Всем привет, с вами Вирджил и Димаус, и это 104 выпуск подкаста oldgames.ru. В прошлом выпуске мы говорили про то, что скрывается под словом заставки или катсцены, как этот неинтерактивный элемент помог вывести видеоигры на новую ступень как развлечений, так и искусства, позволив выражать то, что трудно сделать посредством игровых механик, как он помог использовать знакомые по кино, анимации и литературе приемы, чтобы лучше рассказывать истории. Если вы хотите узнать про истоки понятия, то посмотрите его первым. Сегодня же мы поговорим о том, что объединяет тысячи проектов с заставками и не только. Большая их часть была пререндерена, то есть создана и записана заранее, вне игры, в какой-то программе 3д моделирования или на самом движке. Не важно, что мы возьмем для примера. Шутеры от первого лица вроде Quake 2 или Stalker, стратегии вроде Age of Empires или Blitzkrieg, квесты типа The Lost World или The Longest Journey, хорроры Resident Evil или Silent Hill, аркады, симуляторы, ролевые игры, гонки или спорт. Пререндеренные ролики были везде, и о них стоит поговорить. Это понятие выходит далеко за рамки одних лишь хорошо срежиссированных сцен и используется по сей день. Причем чаще не как дань старине, подражание какому-то ушедшему стилю, а просто из утилитарных соображений. Но именно в 90-е и нулевые вся игра могла быть сделана на базе этой технологии, и у них был очень характерный внешний вид. И про него мы сегодня расскажем. В начале 90-х было несколько путей развития графики. Полигональное 3D, воксели, оцифрованные фотографии и даже оцифрованное видео. Ну и никуда не девалась старая добрая пиксельная графика. В те годы честное 3D в реальном времени выглядело здорово, но часто не обладало такими же красками, как и пиксельные 2D игры. Не говоря уже о падении скорости работы для систем, которые не были заточены под полигоны, а это большинство платформ на начало 90-х. Но здесь случилась интересная вещь. В конце 80-х компьютерная графика стала быстро развиваться. Тогда она использовалась в качестве редких, но метких и очень специальных эффектов в кино, таких как блестящий корабль в фильме «Полёт навигатора» или элементы подчеркнутого сюрреализма, как вырубленные топором персонажи в знаменитом клипе «Dire Straits». Но как только позволили аппаратная и программная часть, был обозначен новый курс на фотореалистичность. Как бы пафосно это не звучало в то время. Графика, созданная на компьютере, стала получать всё больше и больше применения в сфере кино. В начале 90-х появились первые фильмы и сериалы, где CGI эффектов было много, и они играли ощутимую роль. Парк Юрского периода можно назвать здесь фильмом, который всем показал, чего добилась компьютерная анимация. Живых актёров и декораций показывали не только с не совсем живыми динозаврами, каскадёрами в костюмах или аниматронными созданиями, но и с чисто виртуальными. Реальные динозавры могли соседствовать с актёрами, и они выглядели вполне жизнеподобно. А в некоторых планах ничего настоящего почти не было. Существа, декорации, всё было сделано с помощью 3D-анимации. И разрезая ленточку при открытии парка Юрского периода, Стивен Спилберг также открыл и период блокбастеров со ставкой на CGI-графику. В этом можно сказать спасибо компании Industrial Light & Magic, которую Джордж Лукас образовал, чтобы делать эффекты для самого первого эпизода «Звёздных войн». Где, кстати, тоже было немного компьютерной графики. Но революция не была стеснена и малым экраном. Телесериалы Star Trek The New Generation и в особенности Вавилон 5 делали ставку на использование виртуальных декораций, а все сцены в космосе были полностью отрендерены. Такие эффекты масштабных баталий было бы невозможно нарисовать или создать традиционными способами, которые применялись до этого. Ну, точнее, можно, но они были бы не столь убедительными и не столь динамичными. Естественно, для кино эти сцены не надо было показывать в реальном времени. Так что авторы могли потратить время, чтобы получить рендеры в лучшем качестве. И графика смотрелась лучше, чем то, что могли показывать игровые системы. Создатели игр быстро подхватили тренд и стали осваивать программы 3D-моделинга и анимации. Кто не хочет добавить кусок фильма в свою игру? Но одно дело — создать красивый ролик на дорогой рабочей станции или целом кластере из них. И другое дело — сделать его маломальски интерактивным. И самый банальный пример — это сделать интерактивный фильм из кусков на его базе. Вы едете на поезде и подъезжаете к развилке. У вас три опции на выбор. Поехать налево, поехать направо или стоять на месте. Интерактивность заключается в выборе, но это всё равно записанные заранее клипы, которые игрок смотрит в ожидании очередной возможности выбора. Да и часто в такого рода играх был всего один правильный вариант прохождения. А неправильные приводили либо обратно, либо к проигрышу. Проблема была в том, как сделать из заранее созданного содержимого нечто интерактивное. Создать ощущение, что ты влияешь на происходящее. Самые первые опыты появились где-то в начале 80-х на лазер-дисках. И в них красивые анимации были лишь фоном для какой-то 8-битной забавы уровня Галаги или Space Invaders. Хотя с технической точки зрения симбиоз форматов и поражал воображение, но сейчас это выглядит не более как диковинный артефакт. С появлением CD-ROM авторы снова обратились к этой идее. И появились проекты вроде Микрокосм или Новосторм от Псайгносис. Это были также скролл-шутеры с видом сзади, где фоновый ролик показывал движение по туннелям или лабиринтам. Они могли изгибаться, менять направление, но скорость была постоянной, а ваш корабль, равно как и все остальные объекты, были сделаны из спрайтов. То есть они были на переднем фоне, а ролик на заднем. Чтобы одно не казалось оторванным от другого, при контакте с условной землей корабль получал повреждения. А также боссы, непременный атрибут любого шмапа, были сделаны не в виде спрайтов, а как зацикленные куски от рендеренного видео. В этом жанре боссы, как правило, действуют по неким правилам, повторяющимся паттернам. Так что это могло работать. В них учитывались зоны повреждений и перемещений того, что было записано на видео. То есть на данном этапе все было более-менее динамично. То есть игру можно разделить на два слоя. Условную логику и активные эффекты, скажем, следы от выстрелов, и, собственно, 3D-ролик, который крутится на заднем плане. Иногда разработчики шли немного дальше, рендерили что-то и отслеживали координаты. Такой подход был в Star Wars Rebel Assault и многих других играх тех лет. Мы могли не только перемещать прицел по экрану, но и немного изменять угол обзора камеры в пределах записанного видео. Что, конечно, было небольшим преимуществом, но повышало эффект присутствия. Якобы можно было рулить летательным аппаратом. В Rebel Assault были разные этапы. И гоночные, и атака на имперские крейсеры, и даже пеший этап на ногах, где все превращалось в тир. Но это наиболее проявляется в местах, где нужно было уклоняться от астероида в космосе или вписываться в повороты каньона. Хотя управление и связь между двумя слоями в этой игре были не самые чувствительные. Интересный прием выбрали авторы японского рельсового шутера Silphid для Sega CD 1993 года. Это также был шут емап, похожий на предыдущие, для того, чтобы соблюсти единство стиля между записанными ранее 3D анимациями и действиями игрока. И те, и те модели сделали с использованием залитых полигонов, то есть с ограниченным числом цветов, а также с более простой геометрией. Они также не стали сглаживать объекты, хотя никто не мешал использовать любые текстуры и рендерить все, что душе угодно. Но именно этот подход обеспечил то, что фоны большую часть времени не выглядят потрепанными артефактами сжатия, а корабль не выглядит оторванным от бэкграунда. Настолько удачно гейм артс смогли привести передний и задний фон к общему знаменателю, что многие игроки и критики недоумевали, как это слабая 16-битная Sega рисует им плавные полигональные сцены с кучей объектов, а в некоторых местах здесь были космические баталии с десятками кораблей на заднем фоне. Подобных игр было много, можно сказать, что они стали мейнстримом. Во многих из них и вовсе отказались от отображения какого-либо аватара игрока на экране, и все происходило с видом из глаз. Например, Киберия от Xatrix смешивала сегменты виртуального тира с элементами пазла, квиктайм-ивентов и интерактивного фильма, а также добавляла реальных персонажей в историю. Герой был не бесплотным пилотом истребителя, а имел цель и задание, и даже любовный интерес. В игре Wetlands рендеры перемежались с заставками с ротоскопированной анимацией в стиле комиксов и эпизодами на ногах, ховербайках и даже поездах. Ее издателям были небезызвестные New World Computing. В The Hive были сцены, где игра иногда позволяла вращать головой внутри действия, то есть обзор сцены был на 360 градусов. В игре Lord Star, посвященной будням марсианских машинистов, игра использовала отснятые фулл-моушн-видео заставки с актерами и реальными декорациями. В целом, все эти игры были похожи и не особо отличались по ключевым элементам. Качеством графики, удобством управления и тем, кто туда еще намешали, чтобы хоть как-то выделяться. Тренд на такие игры прожил недолго и к 1997 году о них благополучно забыли. Мега Рейс Автомобили были отрендерены в достаточном числе проекций, чтобы создать иллюзию реальности. А для того, чтобы игрок меньше обращал внимания на трассу и условности, здесь были элементы гонки на выживание. Сам ездили и оппоненты, которые могли дать сдачи и надо было на них реагировать. Но это было не все, что предлагала игра. Также в ней были заставки с живыми актерами, скорее актером. Все представление на себе вывозил Кристиан Эриксон, который сыграл гиперактивного ведущего и устроителя гонок. И хотя технологии менялись, но Крио не забыли позвать его и в сиквелы. В сиквеле Мега Рейс была уже настоящая гонка с настоящими 3D модельками, в отличие от первой игры, где никакой гонки-то и не было. Впрочем, пререндеренные трассы остались только изрядно улучшились в качестве и детализации. Таких игр было немного, так как прием быстро раскусили и реальных соревнований в них фактически и не было. Однако они позволяли увидеть плавную 3D картинку на компьютере, который не вывозил Doom в 30 кадров в секунду. И это было на то время что-то с чем-то. Мега Рейс часто прикладывали в комплекты с железом и новыми компьютерами, дабы было чем испытать всю мультимедийную мощь своего приобретения. Тем не менее, были и продолжатели этого начинания. Например, те же Крио сделали похожую гонку или автошутер под названием LA Blaster спустя пару лет. Но такой же славы она не сыскала и была благополучно забыта. Ну хотя бы мы вспомнили. Вообще, Крио это та компания, которая смогла выжить максимум из пререндеров. Большая часть ее проектов, от самых первых, таких как Мега Рейс или Затерянный мир, до самых последних, как загадки Наутилуса, полагались на красоты пререндеренные графики. Они даже добавили ее в переиздание своей самой первой адвенчуры, Dune, где была пиксельная графика. Там был полет на Орнитоптере и он был переделан несколькими отрендеренными роликами. И это далеко не все. Практически все их квесты также целиком полагались на заранее созданную графику. В числе которых Атлантида, Помпеи, Египет, Кольцо, Легенда о Небелунгах и многие другие. Хотя Крио не были затворниками, постоянно улучшали качество картинки, также создавали игры других жанров и собственные 3D-движки, пытались выйти на рынок ММО-игр, осваивали DVD-ROM и не только. Но налет горькой иронии заключается в том, что последняя их работа, завершенная уже после закрытия студии в 2003 году, также была целиком отрендеренным квестом под названием Salambo. Но если такая техника хорошо подходила для отрисовки комплексных сцен, каких-то баталий в космосе, то вот с отображением персонажей-гуманоидов первое время выходили проблемы. Если вам было нужно что-то реалистичное, не мультяшное и не стилизованное изображение, то возможности не поспевали за вашими запросами. Например, игра 1994 года Dragon War была смесью адвенчуры с пререндеренной картинкой и такими же персонажами. И это было страшное зрелище. Наконец, самый дикий пример. Это когда сам уровень был видеороликом. И если с играми, где есть какое-то непрерывное движение, езда или полет, это еще понятно, то как поступить, если играет про какого-то персонажа? Здесь больше всего отличились французские разработчики из Adelin, сделавшие игру Time Commando. По сюжету герой должен попасть в несколько временных эпох, чтобы найти там части разрушенной машины. Сначала он напоминает экшен, вроде Resident Evil, но в нем нет деления на комнаты и локации. Вы движетесь по экрану, и на заднем плане медленно проигрывается видеоролик, который и является уровнем. При этом движение не прекращается, а правильно меняет перспективу в нужные моменты. Игра выглядела очень красивой, но в ней был значительный минус, вы не могли пойти назад, то есть ролик не проигрывался в обратном направлении. При этом игра была честно трехмерной. Все многочисленные персонажи и предметы были сделаны из полигонов, и сам этап своей базовой невидимой глазу игрока геометрии также был трехмерен. Но все это было скрыто за фасадом довольно простого бита мапа. Хотя здесь и было полно секретов и вариативности, но чувствуется, что это была попытка сделать простую экшен-игру. После гораздо более сложной литл-бик-адвенча. Но помимо этих, такой прием практически не смогли внедрить в другие жанры. Правда, есть один платформер, где весь уровень это также скроллющееся видео. Это Дракула для Sega CD. Условная игрализация экранизации книги 92-го года Фрэнсиса Форда Копполы. Протагонист создан из оцифрованного видео, как герой Mortal Kombat, а вот на заднем плане это тот же скроллющийся 3D-ролик. Как это уживалось вместе? Ну, смотрите на экран. В плане игровых механиях Дракула примитивен и ничего нового в жанр не принес. Другой классический образец использования при рендере это 3D-игры с делением на локации с фиксированными углами камер. Сами локации были сделаны в 3D, персонажи же и нужная по сюжету мелочевка были созданы из полигонов и имели текстуры. А условное резное бюро из красного дерева могло быть на самом деле простейшим кубом. Это позволяло использовать впечатляющий по своей проработке при рендере на изображение для декорации и драпировки сцен. Они имели характерный мягкий, сглаженный вид, куча оттенков и детальными тенями, что смотрелось куда богаче, чем то, что могли отобразить графические ускорители тех лет. А вот вся геометрия пряталась на задний, невидимый игроку план. Этот прием стал известен благодаря Resident Evil, игре про особняк с кучей комнаты, коридоров, где за каждым углом вас мог поджидать новый угол обзора. В последующих эпизодах антураж стал поразнообразнее, и такой стиль превратился в визитную карточку серии, которая пробыла с ней вплоть до выхода Resident Evil 4, где уже убрали пререндер, но от меняющихся углов камеры отказаться совсем не смогли. И здесь внимательные зрители вспомнят, что Capcom с Resident Evil не изобрели эту формулу. В первом Alone in the Dark уже был использован похожий прием. 3D-игра с полигональными моделями актеров, красивыми декорациями и эффектными углами камер. Поскольку она создавалась в самом начале 90-х, то в ней использовался свой собственный редактор для 3D-модели под названием 3Desk и программа Scene Edit для локаций и архитектуры. Но как оказывается, фоны не были отрендеренными. Дизайнер Фредерик Рейналь показывал художникам вайрфрейм эскизы будущих локаций в нужной перспективе, и они рисовали фон на основе этой геометрии и каких-то пожеланий. Одно из первых игр, где совмещался стиль со странным углом камеры и пререндеренной картинкой, стал Bloodnet, бурлящий микс из адвенчуры и ролевой игры 93-го года, рассказывающий о киберпанковском будущем, где также жил граф Дракула. Но там не было важной детали, персонажи были спрайтовыми, и игра не была трехмерной. Да, в 95-м году появилось сразу несколько игр, где свободно перемещавшиеся персонажи жили в застенках с углами камер, которые бы пришлись по вкусу любителям немецкого экспрессионизма. Одной из таких игр стала Bioforge от Origin. Это трехмерная игра с делением на локации, фиксированными углами обзора, и в ней персонажи уже были похожи на живых, ну или неживых существ, и кого же на самом деле произвела на свет эта биокузня, игроку как раз и предстояло выяснить. Он и сам был порождением чьих-то биомеханических экспериментов, и по сути монстром. Для него и других персонажей были использованы полигональные модели с полным текстурированием, скелетной анимацией, и, возможно, даже с захватом движения актеров через Motion Capture. В каждой локации могли быть передние и задние планы для создания эффекта глубины, а также и отдельные кадры анимации, чтобы уменьшить эффект от статики фонов. В результате получилась довольно технологичная игра, успех которой все же был ограничен ее формулой. Это был гибрид из адвенчуры и экшена чуть ли не в стиле Beat the Map, при этом в игре использовался аж весь цифровой блок для разных ударов, то есть 18 различных приемов. Также игра была ограниченной платформой, Bioforge выходила только под досом и имела довольно высокие системные требования для плавной игры, то есть для нее был нужен еще свежий на тот момент Pentium. И Bioforge не единственная игра такого плана, пострадавшая от безвестности. В том же 95-м вышла и другая игра, имевшая схожий рецепт, пререндеренные локации, трехмерные персонажи, моушен-кепчер и смесь экшена и решения головоломок. У ее разработчиков был заметный козырь, популярная лицензия, она была основана на Горце или Хайландер, и герой носил фамилию Маклауд. Но основана она была на мало кому известном мультсериале, а единственной платформой, которая она удостоила своим присутствием, стала Atari Jaguar, причем ее еще менее известная версия с CD-ROM. Провалилась с треском, клубами пыли, прошла сквозь пол и упала навзничь, где ее и нашли цифровые археологи будущего. Так что именно Resident Evil сподвигнул разработчиков начать использовать свою формулу, и ее использовали широко и повсеместно, как и в подобных ей хоррорах, так и в адвенчурах. Такая тема использовалась до начала 2000-х, и даже тогда многие хоррор-игры продолжили использовать тему с фиксированными углами камер для разных локаций. Так им приглянулся этот прием. Другая революция была куда более тихой и спокойной, и мы про нее уже рассказывали. Да, это Мист, авторы которого также использовали прирендерную графику, но исключительно статичную и от первого лица. Вся игра это буквально куча картинок с редкими моментами интерактива. Никаких тиров или битый мапов, лишь пазлы и исследования мира. Никакого интерфейса, кроме курсора и одной кнопки мыши. При этом она была сделана не на дорогих рабочих станциях, а на обычных макинтошах в редакторе Stratovision 3D и Macromedia Macromodal, что сделало процесс рендера очень затяжной задачей для его авторов. Всего в игре было 2500 кадров. Но эта тема оказалась настолько удачной, что позволила продать миллионы копий одной только оригинальной игры, а за ней последовала еще целая волна мистоидов, то есть клонов миста, которые использовали как раз пререндеры, пазлы и какие-то фантастические миры в качестве основы. Это могли быть и просто сборники пазлов, такие как Jewels of the Oracle и Ember, где сюжет был набором истории о привидениях в разной стилистике. Были и такие тайтлы, как Safe Cracker, где вы играли за взломщика сейфов и был обзор на 360 градусов, а были и буквальные клоны, например, такие как Шизм или Кристал Ки с фантастическими мирами в стиле миста. Были и совсем традиционные адвенчуры в этом стиле, и они продолжали появляться до конца нулевых. Никопол и Нострадамус показывали прекрасную картинку во времена Крайзиса и Масс Эффекта. Некоторые разработчики затянули с этим и чуть дольше, но технологии пререндера нашли применение на более слабых платформах, таких как мобильники и карманные приставки. Мы постараемся быть объективными и добавить, что, наверное, самым ранним примером использования пререндеренной графики в адвенчуры является японский квест L-Zone. Это была научно-фантастическая приключенческая игра от первого лица, где вся графика была создана из пререндеренных кадров. Она имела очень небольшой охват и не произвела такого же эффекта, как Мист. Так что, видимо, дело не только в графическом стиле. Но только в Мист разработчики догадались не тратить ресурсы на производство заставок. Было другой путь. Схитрить. Использовать 3D-графику для 2D-нужд. То есть, сменить сам графический стиль, взять преимущество 3D-моделинга и анимации, а вот сами механики и принципы геймплея оставить как были. Яркие примеры это одна из самых успешных игр 16-битной эпохи Donkey Kong Country. Она стала попыткой для компании Rare сыграть на популярной тогда теме быстрых платформеров с яркими маскотами. И горилла из игры Kong от Nintendo вполне подошла на эту роль. Игра создавалась в времена, когда в индустрии имели смутные представления о 3D-графике. В 92-м году они приобрели ряд рабочих станций Silicon Graphics Challenger и пакет программ Alias и Power Animator. Чуть ранее с их помощью была осознана графика для фильмов Бездна и Терминатор 2. Именно на них была создана игра от и до, а потом, используя собственный алгоритм сжатия изображений, они порезали все на части, которые смогла проглотить Super Nintendo Entertainment System. Моделирование же значительно упрощало создание анимаций, ведь раньше это был буквально пошаговый процесс, а здесь было достаточно выгрузить кадры и потом собрать из них спрайт. Donkey Kong Country вышла ближе к закату 16-битной эры в 94-м году, а за ним последовали два сиквела, которые помогли оживить интерес к платформе. И не только благодаря технологиям, ведь Donkey Kong Country помнит, из-за хорошей дизайн уровней, интересной неожиданной механики, игра стала настолько популярной, что позже в 97-м году по ее мотивам сняли даже анимированный мультфильм с 3D-анимациями. Donkey Kong Country не была первой игрой, которая использовала пререндеры для спрайтов. Это было сделано за год до этого в амижной аркаде Stardust, где также были плавные объекты с правильным освещением и куча объектов на экране. Все благодаря сценерской смекалке. Да и за год до этого в Desert Strike модели техники также были созданы в 3D-редакторе, а потом доработаны и перенесены в игру. Да и говорят, что до этого в том самом Arcanoid модели противников и кирпичики были также сделаны в 3D-редакторе. Но там это было менее очевидно, а Donkey Kong буквально кричит о том, что он сделан в 3D. Еще одна игра от Rare Killer Instinct стала файтингом и первой игрой, для которой в игровые автоматы стали ставить жесткие диски. Модели бойцов здесь строились в редакторах 3D-графики, освещались, текстурировались, анимировались, а затем уже в нужной проекции по кадрам переносились плоское изображение. Здесь была та же ситуация, что и с мультипликацией или оцифрованными актерами, которых также достаточно часто использовались в играх в то время. Ну, если Rare использовали пререндеренную графику буквально в паре тайтлов, которые имели ошеломляющий успех, а потом переключились на честные полигональные 3D с играми вроде GoldenEye и Perfect Dark, то была одна компания, которая в 90-е использовала пререндеренную графику в большинстве своих тайтлов, в той или иной мере. Про одну мы рассказали, это был Крио, а другой была компания Square. К середине 90-х они были уже известны как авторы нескольких популярных японских RPG, и конечно серии Final Fantasy. Шестая часть вышла в 94-м году на Super Nintendo и продалась тиражом в 3,4 миллиона картриджей. Новую главу очень ждали и Square отнеслись к ее созданию очень трепетно. Проект провел три года в разработке и на выходе получился настоящий Next Gen. 16-битные платформы уже бы его не потянули, поэтому они переехали на новую тогда PlayStation. И в новой, седьмой части, была и глубокая идея, и яркие герои, эпичный сюжет о спасении мира, также новая трехмерная графика и заставки. Не зря мы ее упоминаем. Мало того, что в самой игре использовались пререндеренные фоны и трехмерные персонажи, как это было, скажем, в Resident Evil, также в ней было большое количество видеороликов, которые раскрывали те или иные детали сюжета. Square вложили в эту игру свыше 40 минут видео. И в Final Fantasy и в последующих их играх, вроде Xenogers, в этих роликах показывали просто поразительную картинку, которая настолько шла вразрез с качеством игры, что было ощущение, что ты смотришь на мир в грязных треснувших очках. Но в этих заставках часто показывали именно то, что нельзя было увидеть в теле игры, что не позволяли отобразить их ограниченные 3D-движки. И компания Square настолько заинтересовалась этим вопросом, что в 2000 году они решили перейти в другое измерение и сделать фильм на основе компьютерной анимации. Но на тот момент уже вышли истории игрушек, Ants, Bug Life, но Square метили в ультрареализм, а не в стилизацию. Их последняя фантазия «Духи внутри», так назывался фильм, вышла на экраны кинотеатров спустя пару лет. Ее создавало целое новое подразделение на Гавайях. Но история с пререндеренными катсценами и их связь с кинематографом достойна отдельного выпуска. Наконец, пререндер получил большое распространение в стратегиях с изометрической перспективой. И здесь часто все, что видел перед собой игрок, было создано в 3D-редакторе и затем сконвертировано в спрайты. Это позволяло создавать большую концентрацию на одной карте, и при этом вся нагрузка ложилась на процессор и память, а не на видеокарту. Отход же от этой схемы произошел лишь в начале нулевых, когда 3D-стратегии уже смогли показать и технику, и юнитов с нормальной анимацией. Обо всем этом мы рассказывали подробно в выпуске про изометрические игры, и там можно ознакомиться с такими стратегиями, которые выходили в то время. И по сей день при рендеренной ролике можно встретить в играх, хотя железо часто вывозит картинку и в 3D. Но растут и возможности 3D-редакторов и программ анимации, что железо игроков или движки не вытягивает. Просто проще с режиссурой или постановкой, или с отображением каких-то сцен, которые было бы сложно рисовать игровой камерой. При рендеренной ролике есть очень много где. В Baldur's Gate 3 или Aliens Dark Descent этого года в Final Fantasy 16 последние на данный момент полнометражные глави в серии, известные по своим отрендеренным сценам, они тоже есть. Хотя уже долгое время Square старается делать и показывать все от и до на одном 3D-движке. Тем не менее, сцены с водой и облаками оказались сделанными с помощью при рендеренного видео. При рендер в игровой графике также встречается повсеместно, хотя тут все-таки сейчас больше казуальных проектов. Но есть и те, которые делают ставку на этот стиль. Например, такие ролевые игры, как Torment Numenera или адвенчуры типа Stasis. Технология при рендера все еще есть и для того, чтобы заранее наложить какие-то эффекты или маски на двухмерные объекты и таким образом снять часть нагрузки с видеокарты, которой обычно и так есть чем заняться. Да, при рендеренной графика оставила большой след в истории и многие игры, из которых вы знаете, ее использовали. Даже, возможно, вы об этом не подозреваете. Да, все-таки она позволяла производить достаточно много спрайтов в достаточно короткое время. Буквально тысячи спрайтов, которые обычный художник рисовал бы несколько лет. Также интересно и то, как разные разработчики пытались решать проблему вот этой статики. То есть, в тех же играх вроде Resident Evil добавлялись какие-то слои, где была частичная анимация, условно, там мигающее окно, горячая бочка, вращающийся вентилятор. Все равно люди тогда ощущали, что это будет проблемой, которая будет идти как-то в оторванность от честного 3D или там честной пиксельной графики с прокруткой. И они пытались это как-то решить. Вот интересно узнать, в каких играх добились наибольшего успеха в этом плане. Ну, эту тему можно рассказывать бесконечно, но все же мы поставим точку. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Boosty. Там видео публикуются немного раньше и также там публикуются некоторые эксклюзивные материалы. Спасибо за все комментарии, что вы нам оставляете. Мы их ценим. Не забудьте полайкать это видео и поделиться им. Ну, а с вами были Virgil и Dimaus. Это был 104 выпуск подкаста All Games.ru и увидимся в новых выпусках. До новых встреч.